В Крыму украинские военные продолжают хранить верность присяге, несмотря на блокаду частей, которую проводят неизвестные вооруженные люди и российские военные. Сегодня в Бельбеке маленькая Победа военнослужащие аэродрома отвоевали ранее утраченные позиции, причем без оружия. Из Крыма передает наш корреспондент Максим Кошелев. Минувшая ночь для украинских моряков выдалась неспокойной. Интерес к кораблям ВМС Украины стали проявлять неизвестные аквалангисты. Несколько раз их замечали в разных концах бухты Стрелецкой, где заблокированы украинские корабли. Возле заблокированного военного аэродрома Бельбек утром выстроилась колонна украинских военных. Под флагом Украины и знаменем своей части вместе с гражданскими колонна выдвинулась к позициям вооруженных людей, блокирующих проезд на аэродром. Украинские военные потребовали пустить их на рабочие места. Захватчики в ответ начали стрелять в воздух. Но после этого украинские военные все же заняли свои рабочие места. Однако вернуть контроль над взлетно-посадочной полосой пока не удается. А в Перевальной, где находится 36-я отдельная бригада войск береговой обороны, сегодня приехал Александр Кузьмук, бывший министр обороны Украины. Говорит, просто решил пообщаться с военными по обе стороны и с собравшимися людьми. Шанс есть сделать главное. Не пролить человеческую кровь. Главное. Другого сегодня нет ничего. Сегодня надо сесть за стол переговоров Украины с Россией. В первую очередь я признателен и другим лидерам государств и европейским. Спасибо за ваши советы. Кроме парламентария, в помощь украинским военным предлагают и простые крымчане. Днем в Перевальном появились крымские фермеры. Привезли свежие продукты. 100% поддержка должна. Они стоят за что? За нашу ныненькую родину. Поэтому мы обязаны. А в Симферополе тем временем продолжается политическая борьба за власть на полуострове. Максим Кошелев, Виталий Затковский, телеканал Интер, Крым.